Друзья, позвольте мне еще пару слов про Сэма Сариджа сказать, позвольте мне еще немножко ему подсосать. Я думаю, что если бы я изначально именно его, а не Макса Пауэра, сделал штатным пенальтистом, если хотя бы половина голов, которые у него отменили, их засчитали бы, то тогда, наверное, там было бы голов 50-60, и это просто что это... Вот знаете, ни того футболиста назвали феномен, ни тому футболисту вчера вручили FIFA The Best. На секундочку, все по-честному, без чит-тактик, а то некоторые врубают чит-тактику, потом у них какой-нибудь чел забивает 200 голов, условный Иван Залупин без скиллов, и они там сидят, радуются, все по-честному. Друзья, как это было? Короче, мы с вами, получается, вчера расстались... Где это было? Где, 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 где? Вот здесь, и вот после этого, ну прям поперло. На этом промежутке, вот на этих матчах, Саридж забил 22 гола. А это что вообще такое? Да, были два неприятных матча с Барнсли и Суонси, мы слили два подряд. И если бы не они, наверное, могли бы даже на прямой выход претендовать, но и так неплохо, учитывая, опять-таки, что у нас состав ужасен. Я в некоторых матчах полсостава реально набирал из Академии, вообще из дубля, потому что там и травмы, дисквалы там, жесть какая-то. Вот, я плакал, но играл, и вот это помогло мне. Сейчас у нас два матча со Стоком и МК Донс. Команды со дна. Игра, пожалуйста, не надо вот этих своих приколов. Короче, просто мы выигрываем, и все. И плей-офф. Если выиграем, то плей-офф будет сегодня. Прям для вас. А что это такое на экране, спросите вы? А я вам отвечу, дорогие друзья. Это новая карьера маленькой лошадки. Он начал за безработного, насмотревшись меня, и играет с двумя условиями. Первое, это не европейские команды. И второе, это выиграть все континентальные первенства. Ну, соответственно, кроме европейских. Если интересна такая тема, ссылочка в описании. Ну, вот о чем я говорил. Я даже не могу нормальную скамейку запасных заявить. Да и то на ней сидят два чела с травмами. Сток Сити. У них играет Джош Тимон. Это очень топовый чел. Ну, конечно, думать о том, что я могу его как-то у них увезти, это не совсем правильно. Потому что денег пока что нет. С другой стороны, если мы выйдем в АПЛ, может быть, немножко, мне так сказать, как там Юлий Гальцев показывал. Рублей 13-14 мне на карман дадут. Но нужно еще выйти. Потому что, зная ФМ, подвоха... Ну, вот он, Сариш. Не забил. Зная ФМ, подвох может скрываться за любым углом. Даже за этим углом может скрываться подвох. У, сука. Не, ну, если мы в этих матчах упустим место в плей-офф... А это возможно! Хуан Педро. Если в этих матчах мы упустим место в плей-офф, то тогда, наверное, я упаду на такое дно депрессии, на котором не бывал даже Жак Ив Кусто. Какого хера все атаки за стоком? Они занимают там какое-то 20-е место. Им ничего не нужно. Они не вылетают. Джек Берн забивает гол. Я сейчас щупаю себя за свои жирные бока. Ну, когда люди нервничают, делают странные вещи. Там Лев нюхает свои мудя. Я вот щупаю свои бока. И прям, знаете, вспоминаю такую же дряблую задницу своей бывшей. Интересная была одна история. У меня из школьных лет пока расскажу. Расслабить нужно вас и меня, потому что футбол очень напряженный. Короче, у меня был друг в школе. Он был качок. И я к нему домой прихожу. Он говорит, Антон, ну-ка, типа, потрогай мои мышцы. Я такой трогаю, трогаю и говорю, о, нифига себе, как сиськи на ощупь. Хотя, с другой стороны, тогда сиськи еще не трогал. И тут заходит его батя. И такой, кто босс качалки? Ну, этого не было, но ситуация получилась интересная. Сука, прошел уже почти час игры, и мы проигрываем стоку. Скоты. Почему так? Сарич, нужны тысячи голов твоих. Нас просто катают, просто катают. Так, ну вот, ребята, чутка прибавили. Сарич неплохо на лавию, и... Это важный гол. Берлоу подает. Хинц. Чарли. Так. Юли. Это наш, это наш, это наш пацан из молодежки. Центральный защитник забивает такой важный гол. Кто бы мог подумать. Вообще, вот эта карьера, она прям вот, она прям вот чувствуется в ней такой болтонский, пацанский футбол. Потому что тащат реально простые парни. Сарич, простой пацан. Юэл, наш воспитанник. Ребята, это, это карьера для всех дворовых пацанов, для всех ребятушек, для этого всего от души в сердце. Респект душевно. Сарич, давай, давай, брат. Что, нахера мне это показали? Хинц на Сарича, брат. Ну, возможно, у него просто кончилась манна, и он просто перестал забивать. Походу, да. Походу, пацаны, плей-офф. Сегодня мы увидим. Матч с МК Дно. 24 место. Самый, сука, опасный соперник в ФМ. Но нас устраивает ничья. Одно очко, мы в плове. Погнали. Да, походу, парней моих очень устраивает ничья, потому что за треть матча ничего не случилось. Это первая атака. Духанный навешивает на пауэрт. Отскоки. Уокин с вторым темпом. Сарич, вот оно. 44-й гол. О, боже мой, как ты крут, чел. Как ты невероятно крут. У Сарича есть такая, даже, походу, как у паладинов в Варкрафте, аура голов. Потому что рядом с ним даже защитники соперника забивают свои. Макс Пауэр подает. И элегантная срезка пяткой от Майки Девлина. 2-0. Ну все, все, плей-офф на... Вот насчет плей-офф, если честно, пацаны, я вообще не очень уверен. Я прям, ну, реально немножечко волнуюсь. Полуфинал плова, друзья. Матч с Блэкборном. Тревожно, тревожно. Потому что АПЛ, она уже почти... Вот она. Запах денег. Запах красивых женщин. Запах еды, в конце концов. Наконец-то мы покроем долги командные, многомиллионные. Там где-то осталось 30 миллионов. И поедим всей командой. Начинается все атака именно, что Блэкберна, Мерфи. Так рыбакопа звали. У нас свои рыбакопы в обороне. И Хуан Педро. Ошибается их вратарь при выводе. Нужно быстрее. Китчен, быстрее, быстрее. У тебя есть ловкость, есть скорость. Духанный, Хинс. Ну, подача. Сариджу в голову. Сюда. В голову Сариджу. Вот так вот. Нормально, нормально. Припугнули. Неплохо на Сариджу. Вот оно. На тебе 45-й гол в сезоне. У меня на секундочку в основе играет. И даже голевую сейчас отдал Изгров. Если я вам покажу его скиллы, вы, наверное, просто расплачетесь от грусти. Потому что я этого парня тяну с чемпиона. О, какого чемпионшипа. С четвертого Дива. Он, наверное, единственный, кто остался из первого состава. И скиллы там, конечно, совсем печальные. Там средний скилл где-то десятка. Но... Ну, а другого не могу поставить, к сожалению. Но он борется, смотрите, борется. Голевые раздает. Вот атака Блегберна. В раздевалочку нам запихивает Брэдли Даг. Довольно сильный футболист. Я знаю, он прям звезда чемпионшипа. Даже в FIFA у него, по-моему, была в 17-й или в 18-й. Какая-то цветная карточка. Макс Пауэр. Штрафной. Саридж. Кто? Сука, да! Это Калин Хин. Всего десятку он забил. Пока что за сезон. Но какие важные голы. Ну и после голов вообще ничего не происходит. Меня все устраивает. Мы побеждаем 2-1. Не знаю, тут учитываются гостевые голы. По-моему, нет. Поэтому просто 2-1. Ответный матч. Тут, как говорится, лишних слов не говори. Просто на поле. Просто пинай мяч. Просто в ворота Блэкборна. Поехали. Сообщаю, что в параллельном матче играет Бристоль. Бристоль, где играет Ванденберг, сучка, со Свонси. И там в первом матче Бристоль победил 1-0. Поэтому, скорее всего, вероятно, что в финале, если мы там и будем, ну, а мы там должны быть, наверное, да, то сыграем именно с ними. Изгров подача. Китчен. И он не выиграл. Ну, молодой еще. Мало у него жирка на теле, чтобы потолкаться. Так, Хуан Педро. Давай. Хорошо. Джимми Дан начинает атаку. Лави. Интересная хрень. Там Сарич забил 158 тысяч голов. Но лучшая оценка пока что у Джимми Дана за сезон. Это, конечно, удивительная хрень. И Изгров. Блин, ну, чувак красавчик, конечно. Интересно, у него история получается. Он с нами, ну, практически уже дошел до АПЛ. Да? С четвертого дива. Но у него истекает контракт. Так уж и быть. Если мы выйдем в АПЛ, я с ним контракт продлю. Пусть просто понюхает, так сказать, газоны таких команд, как Челси, МЮ, Арсенал, Сити, Тоттенхэм и так далее. Ливерпуль. Чтобы не обиделись, а то фаны Ливерпуля довольно обидчивые. Но еще, еще мы не в финале, а там еще и в финале нужно победить. Короче, поехали. Иду на риск. За 15 минут до конца я дам отдохнуть Сариджи перед финалом. 15 минут пусть отдохнет. И выпускаю Джая Кристи. Нужно просто продержаться 10 минут, 5 минут. Мы в финале. Ну а сыграем, как я уже сказал, с Бристолем. Кстати, кому интересно, вот такие вот скиллы у Ллойда Изгрова. И ну вот, парень, у тебя есть конкретный шанс в 30 лет вот с такими скиллами сыграть в АПЛ. Такого не будет больше никогда. Конечно же, как же игра могла мне не подкинуть прикол перед финалом? Два наших молодых золотца, Хуан Педро и Николас Юйл, уехали на молодежный чемпионат мира. Очень здорово, очень вовремя главное. И, ну, если вратаря я еще могу, наверное, более-менее безболезненно заменить, то вот кто сыграет в центре обороны? Ну, получается, Сэмми Робинзон, парень сыграл за сезон, наверное, матча 3-8. Сыграл довольно посредственно. Скиллы вроде неплохие, но, блин, там уже наигранные комбинации и связи. Вот так вот нас подставляет какой-то. Кому нахер сдался молодежный чемпионат мира, когда у нас АПЛ на носу? Начинаем с атаки. Уокинс на того самого Изгрова, и он теряет мяч. Ну, Робби, вот оно, да. Вот молодой неопытный Робинзон привозит полную херню. Комара под углом входит в штрафную, бьет довольно бездарно. Играем в дождь. Если ничего не путают, то такие матчи играются на Уэмбле. Матч за выход в АПЛ. Подача, удар. Перекладина, сука. Разваливается центр бароны. Робинзон нормально. Сарич хорошо головой сыграл. Впереди Кичин скоростной. Разгоняет атаку. Дождь прошел. Пятка, Лавия. В штрафную. В штрафную, сука. Вешайте. Да, вот так вот. Сарий. Ван Денбер. Пауэр, какая плюшка. Но, правда, у них какой-то кипер жесткий, походу. Самба. Я не знаю, что за чел, но пока что тащит. Первый тайм. Ну, преимущество, ну, прям за нами, за нами. Хотя по XG наши удары не сильно опасны. Атака Бристоля. Нет, перехват. Хинса. Аккуратно. Играем аккуратно, дружок. Хорошо. Пауэр. Изгров. Ну, это не уровень, конечно. Это, конечно, не уровень. Даже чемпионшипа. О каком-то МПЛ идет речь. Я про Изгрова. Так-то команда хороша. Только не пенальти. Опять сраный Джимми Дан. Как он меня затрахал. Серьезно. Сколько от него было подстав. Тим Крул. Почти вытащил. Сука. Да, Силва подает в Анденберг. Еще одно пенальти. Да вы серьезно? Вы шутите? Штанга. Есть шанс. Есть шанс. Пацаны. Все нормально. 1-0. Нормально. Нормально. Ребята. До конца 20 минут. Надо что-то думать. Надо что-то думать. Надо что-то думать. Да. Кем же игру взбодрить? Да и неким. Лави на фланг переведем. В центр выпустим Госса. На фланг Блейка. С хорошими подачами. Давайте на фланге приподнимем. Вообще вот так вот. Будем более агрессивно играть. Ребята. Ну. Сука. Ну. Ради чего мы пыхтели так долго? Сука. До конца 15 минут. Второго нападающего бросаю в бой. Это будет Джай Кристи. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Хо-хо-о-о. Сука. 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 Ну. Ну. Деджи. Должны. Смочь. Пожалуйста. Робинзон. Ну. Куда ты? Ну. Что такое? Паттерсон. На. Комару. Это все. Похоже, это еще один Замечательный сезон В чемпионшипе для нас Для Изгрова, не знаю где Будет команду искать Да, матч был на Уэмбле Мы обосрались на глазах 90, почти тысяч человек Но я надеюсь, что фаны Болтона не сдаются Друзья, давайте покажем поддержку Ребятам, давайте там лайки Комментарии И мы вернемся еще сильнее Я теперь сделаю нормальные трансферы Они такие позорные И надеюсь, что выйдем напрямую Уже в следующем году Но посмотрим, всем удачи, всем пока Обидно